Арест Михайлович Сомов Просыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия. Корсары, пираты, георы, ренегаты и даже вампиры попеременно одни с другими делали набеги на читающие поколения или при лунном свете закрадывались в бодуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щелканье зубов вампира или вижу, как от могильного белка, адского глаза, ренегатова отделяется кровавый зрачок. Наполненный всеми ужасами, я и сам, хотя в шутку, вздумал было попугать вас, милостливые государи. Но как мне выдел не даны ни мрачные воображения лорда Байрона, ни живая кисть Вальтера Скотта, ни даже скрипучее перо «Де Арленкора» и ему подобных, и сама моя муза так своевольно, что часто смеется сквозь слезы и дрожа от страха, то я, повинуясь свойственной полу ее причудливости, пущу вслепо мое воображение, куда она его поведет. Скажу только в оправдание моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то новым, небывалым, а русские оборотни, сколько помню, до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы вместо оборотня придумать что-нибудь другое или подменить его каким-либо лихим разбойникам. Но все другое новое, как я уже имел честь доложить вам, разобрано по рукам другими. А в книжных наших лавках залегли теперь такие большие шайки разбойников, не всегда клейменных, по крайней мере, клеймом гения, но всегда печатных. Что если бы мыши и моль не составили против них своей Санта-Кармандат, то от них не было бы житья порядочным людям. Я думал написать это вступление в виде разговора. Кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей. Но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании. А, признаюсь, мне не хотелось бы прослыть подражателем. Своё, господа мои из подвижники на поприще бумаги и перьев, станем творить своё. Я хочу вам подать похвальный пример. И для того вывожу на показ небывалого русского оборотня. В одном селении вы, добрые мои читатели, верно, не спросите, как называется это селение, в какой губернии, в каком уезде лежит оно. Удовольствуетесь же тем, что я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего. Итак, дослушайте ж. В одном селении жил-был старик по имени Ермолай. Все знали, что он умывается росою, собирает разные травы, ходя беспрестанно, что-то шепчет себе в длинные седые усы, спит с открытыми глазами и прочее, и прочее. Чего же больше? Он колдун, и злой колдун. Так о нём толковало всё селение. Надо бы сказать, что селение было раскинуто по опушке большого дремучего леса, а изба Ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермолай сроду не был женат, но лет за пятнадцать до того времени, в которое мы с ним знакомимся, взял он к себе приёмыша, сироту, которого все сельские крестьяне называли прежде бобылём Артёшей, а теперь из уважения ли колдуну или по росту и дородству самого детины стали величать Артёмом Ермолаевичем. подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше никто о нём и не заботился. А Артём был, видно, детина, высок, толст, бел и румян, ну, словом, кровь с молоком. И то сказать, мудрено ли было колдуну вскорнить и выхалить своего приёмыша? Крестьяне были той верой, что колдун отпоил Артёма молоком летучих мышей, что по ночам кикиморы чесали ему буйную голову, а нашёптанный мартовский снег, которым старик умывал его, придавал его лицу белизну и румянец. Одного добрые крестьяне не могли добиться. Каким образом старый Ермолай, так сказать, переродя Артёма из тощего бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? Ибо Артёша был прост, очень прост. Мол, ведь бывало, что с дуба сорвёт, до сотни не сочтёт без ошибки и не всегда, бывало, в попад ответит, когда у него спросят, которая у него правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел большими своими серыми глазами, так простодушно развешивал губы и так смешно переплетал ногами, когда случалось ему бежать, что сельские девушки подсмеивали его из-под тишка и шёпотом говорили про него. Красен, как маков цвет, а глуп, как горелый пень. В селении прозвали его веслогубым красиком, и всё это не вслух, а тайком от колдуна, потому что все боялись обидеть его в лице его приёмыша. И то, однако ж, многие начали смекать, что злой старик догадывается о насмешках поселян над его наречённым сыном. В селении вдруг начал пропадать мелкий рогатый скот. У того из поселян неявится пара овец, у другого трёх или четырёх коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз видели, как из лесу вдруг выбежит большой-пребольшой волк, схватит одну или пару овец, стиснет им горло зубами, взбросит их к себе на спину, и был таков. Мигом умчит их к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай, он и ухом не ведёт. Сколько ни трави собаками, они поплетутся прочь, поджав хвосты, и робко озираются назад. Крестьяне тотчас взяли догадку, что это не простой волк, а оборотень. Вслед же за этой догадкой пришла к ним и другая, что этот оборотень не иной кто, как сам Ермолай Парфентьевич. Делать было нечего. Все боялись колдуна. Хотя, сказать правду, до сих пор он не делал ещё никакого зла селению. Но всё-таки он был колдон. Жаловаться на него, у кого найдёшь расправу, когда и сам священник отрекался заклясть его. Самим его доконать грешно, хоть он и колдун. При том же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой, что у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходить из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет. Как ни раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке, а всё дело-то не клеилось. Пришлось им стать в тупик, горевать, закуся губы, да молиться святым годникам за себя и за стада свои. В селении Том жила красная девушка Акулин Тимофеевна. Лицо у неё было, что наливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные, словом, она уродилась со всеми достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли к нам достоверные предания в старинных русских песнях и сказках. Одна она никогда не смеялась от простакома Артюши, а напротив того ещё заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и очень стар, что жить ему на свете осталось недолго и что после него единственным наследником его имения должен быть Артём Ермолайович. Она так умильно поглядывала на Артёма, так ласково говорила ему, встречаясь, «Здравствуй, добрый молодец, что Артём как ни был прост, а всё заметил её приветливость». Часто он, избачаясь и выступая гоголем, подходил к ней и заводил с нею речи. Грех сказать умные, а такие, которые, видно, нравились красавице и на которые она охотно отвечала. Короче, Акулина Тимофеевна скоро заслужила всю доверенность нелюдима Артюше. Он ещё чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом выкрикивая, «Здорово, Акуля!» отвешивал ей дружеский удар тяжёлую своей ладонью по белому круглому плечу и таял перед нею. Да, таял в полном смысле слова, потому что щёки его делались ещё краснее, глаза ещё мутнее и глупее, а багровые губы никак уже не сходились между собою и становились час отчису толще, час отчису влажнее, как вишня, размокшая линия. Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристроиться, то есть, ну, с помощью обручального кольца до честного венца прибрать к рукам и Артёма, и будущие его пожитки. К ней-то, наконец, смышлённые крестьяне обратились с просьбой помочь горю. Ты, Дея Акулин Тимофеевна, в селе у нас умный человек, а нам вести мы, что благоприятель твой, Артём Ермолаевич, с неба звёзд не хватает, хоть и слывёт сыном такого человека, у которого в седой бороде много художества. Породей нам, а мы тебе за то, чем по силам поклонимся. Одной только милости у тебя и просим, как бы досконально проведать, подлинный ли тот волк душит наших овец, или это не в нашу меру будет сказано, Ермолай Пархентьич оборотнем над нами потешается. Акулин Тимофеевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой. С одной стороны, боялась она прогневить колдуна, который знал всю подноготную, с другой стороны, манили её подарки. А кто к подаркам-то не лаком? Спросите у стряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого, не хочу называть всех поимённо, всякий, если не словами, так взглядом припомнит вам старую пословицу «Кто Богу не грешен, царю не виноват». И Акулина Тимофеевна была в этом смысле, ежели не закоснелую грешнице, то, по крайней мере, не совсем чисто совестью. Она подумала, подумала и дала крестьянам обещание похлопотать об их деле. На другой день, встретясь с Артёмом, больше прежнего была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего таял бедный Артём, щёки его так и пылали, губы так и пухли. Умильно потрепав его по щеке полненькими своими пальчиками, плутовка сказала ему «Артёш, светик мой, молвила бы я тебе словцо добоюсь, старик твой нас подметит. Где он теперь?» «А кто его весть? Вроде себе по лесу словно леша. Да, того вон чай дерёт лыка на зиму. Скажи, пожалуйста, ты ничего за ним не примечаешь?» «Вот тебе Бог, ничего». «А люди имели, что трубят про него, что будто бы он колдон, что бегает оборотнем по лесу, да изводит овец в околотке». «Полно, моя ненаглядная, индо мне жутко твои кричи. Послушай меня, сокол мой ясный, ведь тебя не убудет, когда ты присмотришь за ним, да скажешь мне после. Правда ли, нет ли вся та молва, которая идёт о нём по селу? Старик тебя любит, так на тебя и не вскинется? не убудет меня, да что ж мне прибудет, а то, что я ещё больше стану любить тебя, выйду за тебя замуж, и тогда заживём припеваючи. ойли, да что ж мне делать-то? А вот что, не поспи ты ночь, да примечай, что старый твой станет ку-десять, куда он, туда и ты за ним, притаись где-нибудь в углу или за кустом и всё высматривай, после расскажешь мне, что увидишь. Ах, ты, страшно, да ещё и ночью, а когда же спать-то буду? Выспишься после, зато уж как женою твоей буду, ты, мой голубчик, будешь спать в волю, тебя не пошлют тогда ни дрова рубить, ни воду таскать, всё я за тебя, а ты себе пожалуй, поваливайся на печи, да, покушай готовое. Ладно, будь по-твоему, стану приглядывать за моим стариком, да скажи, он мне бокат не отлощит, не бойся ничего, он не узнает, а какова не мера, так я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научила. Ну, то-то, смотри же, чур не выдавай меня. Ой, есть стать им или дело, а прощай же, дружочек, и прощай, моя любушка. При всей своей простоте Артём не вовсе был трус, он уважал и боялся названного своего отца, впрочем, по слабоумию ли, по врождённой или отваге, не мог себе составить понятие о страхах сверхъестественных. Может быть, и старик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и обо всём тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо подозрений на свой счёт и не заставить его замечать того, в чём нужно было от него таиться. Наступила ночь. Артём по обыкновению лёг рано в постель укутался с головою, но не спал и прислушивался спит ли старик. С вечера было темно. Старик ворося в постели и бормотал что-то себе под нос, но когда взошёл месяц, тогда Ермолаев встал, оделся, взял с собой какую-то вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье и вышел из избы, не скрипнув дверью. Мигом Артём был тоже на ногах, накинул на себя балахон и вышел так же тихо. Притаяясь в сенях, он выглядывал куда пошёл старик и, видя, что он отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы всегда быть в тени. Так-то и самый простодушный человек имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости и употребляет его в дело, когда нужно ему провести другого, кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков. «Посмотрим, что делает наш Артём!» Лепяясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и в случае нужды ползучи по траве, как ящерица, успел он пробраться за стариком в самую чащу леса. Сереть этой чащи лежала поляна, а сереть поляны стоял осиновый пень, вышиною почти в пол человека. К нему-то пошёл старый колдун, и вот, что видел Артём из своей засады, которую служили им самые близкие к поляне кусты орешника. Лучи месяца упадали на самый сруб осинового пня, и Артёму казалось, что сруб этот белелся и светился как серебряный. Старик Ермолай трижды обошёл тихо вокруг пня и при каждом обходе бормотал в пол голоса такой заговор «На море океане, на острове Буяне, на полой поляне светит месяц, на осинов пень, около того пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый, месяц, месяц золотые рожки, расплавь улей, притупи ножи, измочай дубины, напусти страх на зверей и на человека, чтобы они серого волка не брали и тёплой бы с него шкуры не трали». Ночь была так тиха, что Артём ясно слышал каждое слово. После этого заговора старый колдун стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком, перекинулся через него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он третий раз, вдруг Артём видит. Старика не стало, а на место его очутился страшный серый волчища. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать вон из лесу, так что скоро и след его простыл. Во все это время Артём дрожал от страха, как осиновый лист. Зубы его так часто и так крепко стучали один на другие, что на них можно было истолоть четыре гречневой крупы, а губы его впервые, может быть, от рождения сошлись вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж, хотя и не скоро оправился и ободрился. Простота, говорят, хуже воровства, это не всегда правда. Умный человек на месте нашего Артёма бежал бы без оглядки из лесу и другу и недругу заказал бы подмечать за колдунами. А наш Артём сделал, если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он подошёл к пню, призадумался, почесал буйную свою голову и после давай обходить около пня и твердить то, что слышал предсим от старого колдуна. Мало этого, он стал лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком и за третьим разом глядь, вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперёд, балахон сделался длинную пушистую шерстью, а задние полы выросли мохнатый хвост, который тащился как метва. Дивясь такой скорой перемене своего подобия и платья, он попробовал молвить слово и что же вместо человеческого голоса завыл волком, попытался бежать новое чудо, уже ноги его не цеплялись, как бывало прежде, друг за друга. Новый оборотень не мог говорить, но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно рассуждал в человеческом своём виде. Мне, признаться, никогда не случалось слышать, чтобы оборотни волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артём остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину. Тут ему пришла мысль, достойная того, в чьей голове она зародилась. Он вспомнил, как часто молодые парни их селения над ним смеялись. «Давай-ка», думал он, «посмеюсь и я над ними, пойду утром в селение и стану бросаться на всякого, как же это удальцы-то будут меня бояться?» «Однако ж прежде попытаюсь-ка я выспаться, в этой шубе будет мне и тепло, и мягко даже на сырой траве». «Вздумано, сделано, наш Артем или оборотень забрался снова в кусты орешника, лег и заснул крепким сном. Долго ли спал он? Не знаю, наверное, только солнце было уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя, и новый его наряд при дневном свете так показался ему забавен, что смех его пронял. Он хотел захохотать, но вместо хохота раздался такой пронзительный, отрывистый, волчий вой, что бедный Артем сам его испугался. Потом, опомнився и видя, что он пугается собственного смеха, он захохотал еще сильнее прежнего, еще громче, и пронзительное раздался вой. нечего делать, как не смешно ему было, а по неволе должно было удерживаться, чтобы не оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своем намерении потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошел к селению. Дорогой попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу. Каждый из них заведе издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, чтоб это был простак Артем. Все думали, что то был точно оборотень, только отец его, старый колдун Ервалай. Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил «Чер меня, чер меня, это еще и больше веселило простодушного Артема, еще больше поджигало его идти в селение. Никогда никто его столько не боялся, как теперь. Какая радость! Да и то ли еще будет в селении. Ой, как все всполошатся, вскрикнут, волк, станут его травить собаками, узкать, тюкать, соберутся на него с копьями и рогатинами, а он и ухом не будет везти. Его ни дубина, ни железа, ни пуля не возьмет, и собаки боятся. То-то потеха! И в самом деле все селение поднялось на серого забияку. Сперва встречные бежали от него. Крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами запрятались в подушке. Все знали, что то был непростой волк. Скоро, однако, нашлись удальцы, крикнули поселению, что один конец должен быть старым колдуном, и повалили толпою. Кто с дубиной, кто с топором, кто с засовом, обступили волка, и давай нападать на него. Сначала он крабрился, бросался то на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щелкал ими. Но, наконец, робость его одолела. Он знал, что в силу заговора его не убьют и даже не наколотят ему боков, но могут ощипать на нем шерсть, оборвать хвост, и тогда как он явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с оторванными полами. А, беда! Правда, не нашлось еще смельчака, который бы вышел с ним переведаться. Все узкали, кричали, только издали, а ни один не подавался вперед. Собак же и вовсе не могли скликать, они разбрылись по конурам и носов не выказывали. Зато люди все стояли в кругу и прорваться сквозь них никак нельзя было. И еще новое горе бедному нашему оборотню, он ничего не ел от самого вечера и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? И кто поручится, что отец его уже не в селении и не узнает о его проказах? Ах, вот до чего доводит безрассудство. Он и забыл посмотреть, каким образом отец его получит свой человеческий вид. «Ну, придется горьну Артему умереть с голоду или исчакнуть с тоски кручины волчьей кожи». Он задрожал, всеми четырьмя ногами упал, свернулся в комок и уключил голову промеж передних лап. Крестьяне рассуждали, что им делать с оборотнем, зарыть ли его живого в яму или связать и представить волосное правление. В это время слух о трусости оборотня разнесся уже поселению, и женщины отважились показаться на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка. Эта смелая девушка была. Акулин Тимофеевна она тотчас смекнула дело, просила крестьян раступиться, вошла в круг и повелела такую умную речь. Добрые люди, не дразните врага, когда он сам, как видно, оставляет слово на мир. смертью оборотня вы добра себе немного сделаете, а худо не оберетесь. В судах же я слыхала, так водится, что и оборотень с деньгами отправится почище всякого честного бедняка. Послушайтесь меня, разойдитесь с Богом по домам, а этого оборотня я поведу к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше. Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что она говорила. Они послушались ее речей и раступились в разные стороны. Тут она выпрела из косы своей цветную ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся и сам вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка. Акулина Тимофеевна обвязала ему ленту вокруг шеи и повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она тотчас отгадала, кто он таков. Ведя его в пустую клеть, она накормила его, чем могла, и послала ему в углу свежей соломы, потом начала его журить за безрассудную его неосторожность. Бедный Артем жалким и вместе смешным образом сморщил волчьи свое рыло, слезы капали из мутно-красных его глаз, и он, вероятно, бы заревел, как малый ребенок, если бы не побоялся забыть по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка закрыла его замком в клете и оставила его отдыхать и горевать на свободе. Вечером Акулина Тимофеевна пошла к старику Ермолаю, кинулась ему в ноги, рассказала ему, что сама знала и сняла всю вину на себя. Старый колдон уже знал обо всем, сердился на Артема и твердил. Ничто ему пуска погуляет в волчьей коже. Но просьба и слезы печальной красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный уже нам ножик с медным черенком, взял жестяной фонарик под полу и пошел с девушкой. Вошедший в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривляния, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать. И выл так звонко и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню. Вслед за синим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шепнул себе под нос, потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал у него кожу накрест от затылка до хвоста и поперек спины. распоротый балахон упал на солому и в тот же миг Артем вскочил на ноги с открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень-очень красными ушами. Оторехнувшись и потержшись плечами о стену, он со всех ног повалился на землю перед нареченным своим отцом и всхлипывая кричал жалким голосом виноват батюшка прости. Старик отеческий потузил его снова, пожурил да и простил. Акулина Тимофеевна очень полюбилась старому Ермолаю. Он заметил в ней природный ум и расчел в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приемушу, который после его смерти живучи с ней, по крайней мере, не растратит того, что старому сребролюбцу досталось такой дорогой ценой, то есть накопленных им за грехи свои червончиков и рублевичков. Короче, дня через три вся деревня пировала на свадьбе. Артем Ермолаевич с Акулиной Кемопьевной. И хотя все знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его браги и сладкого меда немногие отказывались. Скоро после того Ермолай продал свою избу и поле и перешел вместе с молодыми, названным сыном и невесткой в какую-то дальнюю деревню, где до Толя и слыхом про него не слыхали. Сказывают, что он провел остальные годы своей жизни честно и смирно. Делал добро и помогал бедным, зато умер тихо и похоронен как добрый на кладбище с прочей усопшей братьей. Сказывают также, что Артем, пожив несколько лет с умной и сметливой женой, сделался в половину меньше прежнего, прост и даже в степенных элитах был выбран в сельские старосты. Каково он судил и рядил, не знаю, а только в деревне все в один голос рубили, что Акулина Тимофеевна была челышка изо всех умных баб. Эпилог. Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасенки должны примерно следовать норовоучения, что всякое повествование должно иметь нравственную цель, и что все печатное должно служить для общества самым спасительным антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные мои читатели, и какое норовоучение присудите мне прибрать к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной повести. Что до меня касается, я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления. Что тот, у кого нет волчьей повадки, не должен наряжаться волком. Норовоучение близкое и ясное, и кажется, если, впрочем, самолюбие меня не обманывает, оно ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов вечно лирической памяти прибрал к своей басне волк-пастух. Я басню всю коротким толком хочу вам, господа, сказать, кто в свете всем родился волком, тому лисицей не бывать.